Главное, не косячь. Видишь, как отгрыз все? Вон, плинтус обгрызанный. Грызи свою косточку, беляшик. Всем доброго утра. Ты пристегнулся? Да. Ты мой молодец. Как тебе Мерседес? Класс. Класс. Тебе нравится Мерседес? И еще тачка-трак черный нравится. Тебе тачка-трак черный нравится? Папа, к сожалению, такого нету. Так, ну что, поедем в садик с Джамилем. Да, Джамилечка. Пришел какой-то подарок, непонятный вообще. Написано в коробке Fuse от Амазона. И Станислав сейчас проведет распаковку. Судя по... Да. Купер расчетная машина. Кто прислал, признавайтесь. Вы бы лучше денег прислали, друзья мои. Полезный подарок. А? Полезный подарок. The best of company best fuse from Ilyas. Ааааа! C**я! Спасибо, дорогой. Ха-ха-ха. Паляли. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кэш чего не положил? Кэш сегодня пройдет? Желание, чтоб кэш считало и чтоб не останавливалось. О-о-о-о, вот это агрегат. Пусть машинка работает и не останавливается никогда. Да, серьезная машина. Мне нравится. Лес намекает на то, что ему ларплату кэшем тебе надо выдавать. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вообще. Шикардос. Я даже знаю, где она должна стоять. У меня на столе прям. Я просто подумал. Не надо на мое столе стоять. Ништяк, вообще огонь. Шикардос. Как в банке прям. Фьюзбанк, все, открываем пацаны. Фьюзбанк. Все, я придумал название тайтла Фьюзбанк. О-о-о, тут еще кисточка для того, чтобы с пупка пыль сбрасывать. Вот это, конечно, подарок Ильяс подогнал. Ну, вообще. Главный девайс на моем столе. Ништяк. Вообще. Вообще просто. Прям солидно сразу. Вообще, да? Кучно такое. Да ладно. Есть, что можно убить. Так, ну-ка. Распаковка кошелька. Так, у меня есть 50 долларов. Даже есть старые 100 долларов. Двадцаточки. Так, если я положу сюда все, посчитает ли он все это разделит. Посмотрим. О-о. Говорит, о-о-о-о. Такие маленькие купюры кладешь. Чуть надо застрелить. А, во. Четыре штуки. Четыре штуки чего? Она еще говорит, какие суммы? Какие купюры? Нет, походу. Только сейчас двадцаточки посчитаем. Вот двадцаточку у меня много. Вообще, просто это ужас. О-о-о. Вот это скорость. Ну что, конечно, есть, проверить. О-о-о. Семь штук. Здорово. Ништяк. Вот это я понимаю, а. Что это скорость? Да, ну. 100 бат. Что такое бат? А, это купюры, наверное. 20. Так, значит, ставлю я 20-долларовые купюры. Да. Он как калькулятор у тебя будет работать. Сразу раз и тотал. Ты знаешь или ты догадываешься? Ну, я знаю. У меня брат обменщик был когда-то. В 90-е. А где сумма-то? В 90-е. Ну, то что надо, калькулятором теперь умножать? Угу. Вот видишь, в долларах у тебя 20-ки, да? Во, 140 бат. Во, вот это вот по-правильному. Какой золотой подарочек Nota Handle. Вообще огонь. Все, ребята, теперь вы знаете, сколько у меня в кошельке бывает. Значит, 150 плюс 140. 290 долларов. Ништяк. Напишите в комментариях, сколько у вас сейчас в кошельке долларов. Пожалуйста. Если не стыдно. Можете не врать. Если ноль. Так, вот у нас товарищ из компании. Эрбис. Многоуважаемый Вадимчик. Ушел перенимать опыт. Ушел перенимать опыт, в общем. И лицел опытом. Ребята, проблема есть. Вадиму нужна помощь в виде рабочей силы. Люди, которые более-менее знают английский язык. Не более-менее. Нормально знают. Great communication skills in English. Поняли? В общем, вот так вот ему надо. Плюс, чтобы шуруповерты умели держать. Тебе наинсталл или что? Наинсталлы. Наинсталлы. В общем, нужны инсталлы. Люди наинсталлы. С документами. Со всеми... Бенефит. Бенефиты. Страхов. Paid vacation. Что у тебя еще там есть? 1К, dental, vision, health insurance. Понятно? У нас такого в компании нету, как у Вадима в компании. Поэтому есть интерес к нему пойти работать. В случае, если у нас, например, места нету. Сейчас у нас нет мест. Поэтому Вадим просит вас приехать срочно и помочь ему зашибать бабки для вас в первую очередь. Правильно? Абсолютно. Вот. Как у тебя вообще? Сколько у тебя сейчас людей работает? 25. 25. Это техников? Или это total? Employees. Employees. Окей. А у тебя звонки парень принимает кто? Где они тоже сидят? Там в Украине? В офисе. В офисе? Один есть. Outside? Да. А зачем тебе это надо? Отвечать. Не, я понимаю. То есть они в офисе всегда сидят и отвечают? Ты выгнал что ли казахов? Каких? Которые у тебя в казахии сидели. А у тебя в Узбекистане же сидели у тебя парень? Нет, нет. Больше не сидит все. Почему? Да, не вижу смысла. Тут, кто тут, они лучшую коммуникацию даже. Нет. Ну смотри какие люди. Сколько плачь оператору? Хаурли. 24. 24? Это сколько получается в месяц? 5000 то? Четыре с половиной? 80 часов в неделю. 80 часов еще в неделю? 40. 40. 80 часов. 80 даже я не работаю. Ну? Ну ладно, я работаю 120 часов в неделю. Черт с ним. На диване лежит. Так и чё? И чё, нормально? Ну да. Так у тебя получается они работают с 9 до 5 что ли? 7 to 5, да. 7 to 5? А кто принимает звонки потом? 7 to 5. Кто потом принимает звонки? Ну как там, два оператора? Да. Обычные рабочие часы. Честно говоря, я даже не вникаю в это. Не, я понимаю. Не, ну те же в Yelp пишут после 5 часов. Кто на это отвечает? Никто не отвечает. Никто не отвечает? Короче, Вадима говорю, что компания Fuse отвечает на запросы клиентов 24 на 7. Всегда. Абсолютно. Так, вот у нас тут товарищ пострадавший, который себе за 3 рубля купил тачку. Фор она жёсткая, да? Форт Е350. 2003-го? 2005-го. Она даже свежее меня. Что они так похабно отодрали эту фигню? Слушай, на самом деле... Фигню? Да, потому что вот это вот, видишь, это наклейка. У тебя есть спиртовая эта фигня? Она не спиртовая, она такая маслянистая, но надо это стирать, потому что будет беспонтовая. Она будет гореть и гореть сейчас накапливать. Давай лучше стерем. Сотрем. Трем, трем, трем. Вот. Сейчас салфеточку тюмену. Надо попробовать, чтобы только на зеркала и на стекло не брызгать. Да, будет жёсткий развод, я там сколебался оттирать от Теслы после того, как нам брызгал. Да, тебе надо. Сейчас я тебе дам, нормально. Какое фигня? Вот это тоже ты дал фигню. А? Плохо стирается? Либо надо какую-то тряпку жёсткую, что ли. Сейчас посмотрим, что Слава даст. А что у тебя спирт? Слав? А? У тебя спирт есть? Нет, вот это вот хороший. А это тоже, да, я такой использовал до этого. Да, потому что я вот этой тёрк, и все руки в сторону. А, серьёзно? У тебя не на трёх дали. У меня вот до этого такая была штука. Вот, которую ты давал. Она как пахнет, как дихлофос. А та пахнет апельсинкой. Вот это я вот сейчас руку набрызывал, и она лучше берёт, потому что я её тёпле и тёпле и тёпле и тёпле. У меня до этого была такая, и у меня кончилось. А там уже ты везде набрызгал или на тряпку только? так всем привет ребята у меня тут небольшой апдейт я натянул здесь вот такие вот трусники по типу стринги и теперь она выглядит вот так вот грациозный бомбически на самом деле сначала купил двое таких трусников но как-то было несимметрично и сейчас купил еще третий такой стринг сейчас просто вообще выглядит просто эпизодически и просто просто я не знаю нет слов как классно она выглядит одна такая ерунда стоит всего лишь там 18 долларов и я думал обойдусь двумя но пришлось заказать третий выглядит просто классно и я взял разные цвета чтобы мой дальтоник плакал или наоборот ему было пофиг в общем тут все разного цвета можно сказать что это дизайнер дальтоник но тем не менее здесь трава растет ее сейчас не видно покажу завтра и облечу все это дело квадрокоптером так что смотрим следующий кадр и наслаждаемся видами и и и и и и и и вот так вот нам доставляют доставляют потом пацаны приезжают и забирают и забирают и такая канитель каждый день короче склад у нас очень маленький этот просто отвратительно маленький и нам срочно надо отсюда сваливать потому что это вообще не дело я думаю я могу привести его с паузом много? это только один паузом а? только один паузом да давайте сделаем хорошо и было нет а нет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да чего ж неудобно-то, а? Когда вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, беляшунцы! О, кажется, моя карточка пришла в Воркер Авторизейшн, друзья мои. Наконец-то, за пятый год жизни, уже третий раз в Воркер Авторизейшн приходит. И это, конечно же, не может не радовать. Так, смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха, это Амирчик. Так, кто-то звонит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Серега? Здорово. Ага. Понятно? Понятно, Серега? Еще? Еще работа тогда. Ха-ха-ха. Так, друзья мои. Жена сказала, что я купил полную херню, потому что это выглядит просто аглией. Аглией это уродско. Вот, я купил вот такие вот диваны. Напишите в комментариях, что они уродские. Я вас совершенно поддержу. Но я вам скажу, что эти диваны были куплены мной на стимуляционные деньги. Поэтому мне надо показать вам, как они работают. Потому что я, на самом деле, прихожу домой, поем иногда и просто вот так вот ложюсь на этот диван, на котором сейчас у меня камера стоит. И засыпаю. А потом у меня происходит то, что болит все на этом диване. А так я вот могу вот так вот лечь, извините меня, и писать ответы на ваши комментарии, которые вы сейчас пишите под этим видео. Типа вообще сволочь зажрался. Какой классный диван купил. Ну или уродский. Как хотите. В общем, вот такие вот, друзья, дела. А здесь есть из наворотов такая штучка. Вот так вот делишь, нажимаешь. И тут вот можно... Ух ты, тут даже карманчик какой-то есть. Здесь можно включить свет, если что-то там не видно. Такой вот, друзья мои, обзор дивана. Он, конечно, сугубо такой... Вот если вот посмотреть на этот икеевский диван, который стоит у Икеи 599 долларов, то этот, вот один только, вот этот стоит 1899. Это, конечно, отвратительно огромные деньги. И вот эта вот фигня столько же стоит. Итого тотал все вышло в 4200. Это баснословные деньги, но поскольку нам выдали государство 5600, то оно должно вернуться в государство примерно таким же путем. Здесь есть такой подлокотник. И здесь можно пить чай, класть вот такие вот штучки. Пахнет китайцем. Вот, и сюда, вот видите, сюда, здесь я могу положить вот так вот телефон, который поддерживает беспроводную зарядку. Он сразу пикнул. Я, соответственно, в этот момент вот так вот просто поднимаю свои ноги. Все. А теперь, если мне нужно посмотреть на какой-то ваш комментарий, который вы оставляете под видео, я вот так вот голову поднимаю свою, захожу в YouTube, и отвечаю на ваши вопросы и комментарии. Типа, да, как ты дожил до такой жизни, товарищ Руслан? И здесь еще есть поясничный подпор. Во. Ух ты. Прям как в автомобиле Тесла. Даже не знаю, называть это видео обзор дивана. Это было бы слишком кощунственно по отношению к моим подписчикам и телезрителям. Ну, слушайте, я уже, в принципе, чувствую, что мне практически, наверное, возможно, будет на нем спать как-то. Вот у нас тут нужно диван теперь утилизировать. Кому-то нужно будет отдать. И вон тут вот я уже продал нашему новоиспеченному технику. Здесь, конечно, то, что прекрасно влазит мой Galaxy Note 20 и сразу же заряжается. То есть я могу буквально спать, и получать зарядку. Здесь есть USB кабель. Я могу выключить зарядку. Включить ее. Но в таком случае мне надо будет переставлять телефон, чтобы он начал зарядку. Что, наверное, из неудобного. Хотя здесь все удобно. Потому что есть такие диваны, которые вот с этой стороны. У них кнопочки. Вообще, я пересмотрел в одном магазине. Много жестоводиванов всяких. И мне по существу понравился только этот. И он такой вообще, конечно же, самый топовый. И магазин этот называется Ashley Furniture Industries. Такие вот друзья дела. Вот такие вот ножки и тапочки. Ну, такие реклайнеры, реклимеры. Они, конечно, это сугубо такая американская тема. Хотя, если у кого-то дома в России так и есть, напишите и поделитесь своими радостными ощущениями. Ох! Ну, несчастье жалеет. Вот так вот сидишь, смотришь телевизор. Кого-нибудь Доктора Крю. Либо какой-нибудь видеоамериканский проект. Или будни Хандимена, например. Или кого я еще могу смотреть. Мэтт Риссенджер. Марина Могилка, смотри. Все новости про тесту, смотри. Обожаю. Наверное, все. Все, что я смотрю. Так что такие вот тебе взят дела. Блин, телефон там забыл. Принесите мне кто-нибудь телефон, а? Беляш. Международный фук. Ты что, пришел? Ты видел, как у нас дела теперь? А? С Беляшунцей. И мая, осенький. Не ааа. Телефон мой можешь дать мне? А? Без разбития стекла. Туда нельзя залазить, эй. Ты тоже хочешь покайфовать, что ли? Хороший, хороший, хороший. Все. Сейчас мама придет, понял? Понятно, конечно, что мы в первую очередь перешли на кожу, потому что шерсть Беляша, она абсолютно везде. На тканевой мебели. Да, Беляш? Ты везде свою шерсть оставляешь. Там везде она абсолютно. Просто везде. Теперь это кресло, у него дел. Этот диван сегодня Миша должен забрать. Так что, вот, посмотрим, что да как. Ну, в принципе, он сочетается, нормальный цвет вот этого, вот этого вполне себе ничего с половым покрытием сочетается. Что Румея не нравится, непонятно вообще. Ох, какой ветер. Стрингер сдувает. Трава, конечно, растет так себе, но тем не менее растет. Я вообще, конечно, сюда хотел постелить искусственную траву, но Румея меня попросила посадить настоящую. Настоящая растет уже более чем 2-3 недели. Это меня раздражает, потому что собака здесь гуляет и постоянно заносит грязные ноги в дом. После этого приходится ее мыть. И, короче, мейнтенанс всего этого дела просто неизбежно уничтожает весь этот профит от имения натуральной травы. Поэтому я ее уговорил Румею постелить искусственную траву и сейчас каким-то образом надо эту искусственную траву выбрать и установить. Это совсем не реклама и мне за него за нее не платят, но сок очень хороший. Очень рекомендую морковный пить сок. Очень вкусный. Просто космический. 100% натуральный морковный сок. Да, Беляш? Ты одобреешь сок морковный? Одобреет. У меня для тебя ничего нету. Тебя кормит мама. Нету у меня. Нету. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ремонтировать. И он может быть в тысячу встанет. Может быть так, что вот здесь вот крыльчатка или же эти надо будет поменять четки. Блок есть поменять и все? Да. Если течет, то течет ну блин, там сама система где-то дальше. А что она тут? Надо смотреть. Это же как гидроусилитель тормозов? Он только ну типа того, да. Но он видишь, он работает, его нужно менять только с компьютером. Потому что это гибридная система и здесь так тормоза ну понимаешь, да? То же самое, как в тестах. Ну все на начало. На начало гибридной жир. Они же дали. Вот. И получается так, что система не работает. А что, она без этого не ездит? Что-то и тормозит плохо? Х** проехался, ты понял. Она заторможенность. Да. То есть вот этот блок, ну понимаешь, вот сейчас вот на максимуме. Мы сейчас заведем, уйдет жидкость сюда. То ли где-то идет просто, то ли внутри нем что-то не так. Но потом уже устанавливается, жидкость возвращается. Вот видишь, она вернулась. То есть смотри, когда заводишь машину, когда едешь, вот жидкость уходит вот сюда. Угу. Вот сейчас она постояла, получается, вот сколько я был в офисе. Поле минуты здесь. Какого-то нормального надо просто диагностику завести. Я нашел его, но он в Сакраменде находится. Он с ездиком будет. Я думаю, здесь тоже есть такие пацаны. Он-то видишь, он ютубчик ведет. Нормальный. Этот, а этот что ли? Турбоманьяк? Нет. А что здесь турбоманьяк? Турбоманьяк. Тут неподалеку живет же. Да? Конечно. К нему Никита доктор Крю ездил. Крю. 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 Это же такая классная тачка вообще. Нет, она в таком, знаешь, хорошем состоянии. Вот единственное дерьмо, которое вот здесь есть, но это калифорнийская фигня. А так вот вообще нормально сестрять. Ее так намазали еще, как будто она типа новая. Ну, это это. Перекупс, да. Мне нравится. I like it. Ну, блин, за такие деньги. Не стыдная вообще тачка. Вот я тебя прочую и говорю. Не стыдно. Ну, она, конечно, видавшая, виды, но... Ну, блин. За такие бабки, конечно, нормально. Ну, ты понимаешь, ну, вот эти вот все косячки мелкие, ну, ты хотя... Она не битая. Тащи херня. Сильно-то. Она что, покрашена? Бампер у нее крашен из баллончика. Это насрать. А? Это там насрать. Тут у нее покрашена с баллончиком. У нее половина всего тут без баллончик покрашена. У нее с баллончика покрашена... Они, видишь, они убирали эти... Молгром. Кром, видишь, они его весь какого-то херня. Смотри, как покрасили, дебилы. Вот, рука жопы. Как еще это назвать? Нормально. Обычное дело. Прикольная тачка. Шесть тысяч, друзья мои. Если Дима не найдет проблему и не устранит ее, то он ее продаст за шесть тысяч. Ты ее зарегистрировал уже? Нет. А что я ее взял? Зачем? Зачем я ее регистрирую? Ты масло-то куда слил? На пол. Савчик. Я тебе беляша привез, чтобы он тебе помогал. Да нет, да где? А тут реально капли есть. Купил Lexus, называется. Че? Ага. Lexus купил. Помоечка? Не жилец? Почти какая разноцветная машина. Да, это заорчика. Чистенький ты такой, беляшик. Лена, тебя помыли? Слушай, как он наслаждается. Все, он готов. Чуть ли не сексом заниматься. Где-то 120 тысяч БТУ. Да, что. Зачем? Хороший фермер. Ты все снял? 20 лет работал. Газвалв? Да. Все ушло? Хибрид Ченчер только остался. Ого. Пошли. За мной. Жизнь калифорнийского беляша. Да, беляшик? А? Хорошо тебе живется? А? Беляш гражданин Америки. Местница все. Это вода? Это Ницубиши? Ницубиши, да. Вода, да? Не знаю. А что вы делаете? Мы хотим посмотреть, есть ли там вода или нет. Ну давай, смотри. Да, попробуем. Стас предлагал это промыть, да? Мы бы опять еще бы на один компрессор тогда попали. Надо тушить будет. Это такой TXV? Ага. L-EV, да? Называется. Как он? Liner Electronic Valve. Линейный электронер. Ну, этот я продумал, он практически чистый. Понятно, что я вот. Водой его промыло хорошо. Этот чуть грязный, но надо промыть чем-то. А чем он грязный? Стружка? Ну, видать, паяли без Ницубиши. Серьезно? В заводе, наверное, по-любому без Ницубиши напаяли. Это Джиммитсубиши. Не, ну я имею в виду, когда на установке-то там тоже много паяк. Так ты его привез, чтобы помыть, что ли, или что? Да, высушить. А? Высушить. Плохая, день, мне кажется. Да, хорошая. А? Вот еще раз так делаем. Его сначала продуть, потом заглушить, поставить на вакуум, ну и греть, соответственно. Пар образовывался. Ну да. Хватит болтать тут. Сэр, где мой премиум? Да, я тебе премиум. Да, окей. Да. Хватит. 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 Окей, я приняю, ааааа. Старбакс. О, биби. Я хочу спасибо, что ты собираешься это Спасибо, кто? Спасибо, что ты собираешься это Спасибо, что ты собираешься это Кто? Поехали Поехали, поехали Учитель, учитель английского Погнали Ой Чье это? Ну подними, а мешочек, что ж ты такой Всего вам доброго, парни Auf Wiedersehen Что, разобрался? Посмотрел? Понял? Все, пока 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 Заходи, давай, пошел Всеред Молодец 7.30 И я жду инспектора Который называется Life Safety Inspector Fire Final Inspection И она заключается в том Ну я его спросил, я говорю, что ты будешь проверять Я никогда это не показывал Вот эти вот Smoke Detector и Carbon Monoxide Detector Соответственно, они должны быть в каждой комнате Потому что это спасет тебя жизнь Если начнется где-то задымление Или пожар Соответственно, это все сразу обнаружится Единственный момент Carbon Monoxide Detector В нашем доме не очень нужен Потому что здесь нету Fuel Burning Appliances То есть Апплайнсов Которые Сжигают Газ У нас все электрическое И поэтому у нас может образовываться только Угарный газ Хотя нет Да Смог В общем, смог у нас должен быть Перед любым Carbon Monoxide Хотя в принципе Если даже дерево горит Он образует С собой Например, если это будет гореть То будет образовываться угарный газ А угарный газ Это цел Соответственно, у нас они везде есть В каждой комнате Плюс На каждом этаже В общем, должен быть Carbon Monoxide Detector На каждом этаже У меня здесь вообще в доме Три штуки На втором этаже Вот здесь вот Пожалуйста И в каждой комнате У меня есть Smoke Detector Вот такой вот При этом они еще соединены Все вместе Проводом И в случае Возникновения Пожара Они будут Вместе все Пищать Вот так В общем С 7.30 до 8.30 Должен был Приехать Должен приехать Пожарный инспектор И все это Посмотрите Еще он сказал Что, что, что Нужен Чтобы был Один в доме Пожарный огнетушитель Обязательно Чтобы он был На видном месте И чтобы Все Могли В случае чего Им воспользоваться Вот он у меня Один Штука Есть Он даже показывает, что он Фул Все с ним хорошо И после того Как я пройду Fire Inspection У меня будет Building Final И для чего Я как раз и закрепил Хомутами Наш Water Плюс Здесь видите как Сбоку я закрепил Чтобы он был Затянут В этом месте Просто К стене Соответственно Хомуты у меня держатся Все нормально Они не обязательно Должны быть Натянуты Максимально Потому что Задача Состоит в том Этих хомутов Чтобы В случае Землетрясения Он просто Навсего Не опрокинулся Ну Наверное Бывали случаи Когда он падает И он взрывается Там и вода течет Но По мне так это Совершенный бред Устанавливать Эти страпы Но Они стоят 20 долларов Я их установил Так что Ничего страшного В этом нету Так что Ждем господина Инспектора И Посмотрим Подпишет нам Или не подпишет Но я более чем уверен Что подпишет Погода Конечно Сегодня Несолнечная Дождик Почему-то Пока нет Самое Время Посмотреть На травку Как она растется Красиво Кое-как Пробивается Кое-как В общем Жду Инспектора Мое любимое занятие Ждать инспектора Вообще Ужас Fire Final Пройден Друзья мои Леон Спринглеры Когда гидрант В радиусе 500 фит Не нужен 500 фит Вроде Или 200 Или 120 В общем гидрант Когда рядом С домом Fire Спринглеры Вообще не нужны Fire Спринглеры Именно для пожаротушения дома В определенных местах Где возникает пожар В общем там лопается колбочка От возрастания температуры И начинает это поливать место Там где повысилась температура В моем случае Это не нужно Что это уже очень круто Потому что Это нам сэкономило Буквально там 5-6-7 тысяч долларов При строительстве Новой пристройки Здорово Туркмены Короче ко мне приехал Валат Привет ребята из Москвы Привет ребята из Москвы Ну ладно Короче меня из Москвы Никто не смотрит Кроме Тани Таня привет Хорошо давай Разберемся Как ты назвал свою компанию О Компания Об этом История умолчивает Она никак не связана С моей фамилией Или что-то еще Я согласен полностью Просто я Последним В одних из последних видео Рассказывал Какие люди идиоты Называют свои имена Названия проектов И прочее Давай поугараем Я понимаю Что сейчас пойдет Это Степ У меня аббревиатура Она просто ВАДЛИН Она называется ВАДЛИН Аббревиатура ВАДЛИН ВАДЛИН Ничего так Серьезно Ну это ничего не значит И я уже жалею о том Что она так называется Но фьюз тоже ничего не значит Подумаешь предохранитель Подумаешь Связано с электрикой С HVAC А я видел У тебя дилемма Какая-то была Свич или Или фьюз Это ВИЧ Нет Свич Розови и ВИЧ Или что Не, ну у тебя же тоже Был какой-то вопрос По поводу того Как называть компанию Там Две опции было Нет Вот фьюзман И что-то еще было А нет У меня на самом деле Я назывался У меня сначала Канал назывался Хуснияров Руслан Потом я его хотел обезличить Чтобы просто не было Никакой информации О том что Ну по-любому все уже знают Давным-давно что это Фьюзман Это Хуснияров Руслан Но тем не менее Кстати у него такая же Такой же абсолютно Смотрите пацаны Ситап Но он лошара У него линзы нет Широкоугольные А ну да у меня линзы нет У меня просто кавер У меня стекло стоит Ну я ее уже покоцал Мы эффект посмотрим камеры Я еще не видел на самом деле Не на самом деле Это херня собачья Это все Это линзы Так Нет Там есть свои приколы Но можно и без нее Короче На его канале вы увидите интервью Меня с ним Или его с ним Или меня с ним Короче он меня будет интервьюировать Какие то вопросы задавать Так что заходим в ссылочки В описании Подписываемся на его канал И как то так Да Все ребята Поехали работать Так официально могу назвать Видите Арсен Электрик Это уже понимаете ли Конкуренты Где мой клинок Мне кстати классная тачка Мерседес Классные у него полочки Надо сюда вот на этот Мерседес тоже Короче уважаемые люди все ездят на Мерседесах Это правда у него прям совсем новый Не салвич как у некоторых И сюда кстати надо тоже повесить номер лицензии Как у уважаемых Как у уважаемых Дим Дим Это Дима Это Арсен Электрик Значит Мне кажется что он где то здесь сидит Сейчас и пьет кофе Потому что у него Кредиты на кофе есть Саляму алейкум А я там этот Полил твой Мерседес Колеса там спустил тебе Конкуренты Сейчас поменяемся Да это тачка салвичевая Не новая А? Не новая Не Салвич Битая Крашеная Не битая не крашеная Битая крашеная Как К сожалению Часто у меня бывает Ну ладно Пускай будет не часто Но бывает Что Когда я что то купил И моей жене не понравилось Что я купил А оно должно быть типа для всех То Короче я сдаю диваны Она сказала что они уродские Громоздкие Холодные Беспонтовые Беспонтовые И Они не нравятся В общем Я сейчас еду В тот магазин И я покупал эти диваны За 4200 И сейчас Я должен Буду какую то там Бумагу подписать Что там Рестокинг фи 25% В общем Косар баксов Со стимулус чеков Я просто им подарю И верну эти диваны Конечно они уже Пользованные Нами Но Тем не менее Что есть То есть Без согласования С женой Купил Не понравилось И сдаю Так что Надо удовлетворять Запросы жены Несмотря Ни на какие деньги И Поскольку Хэппи вайф Хэппи лайф Пацаны То что Деньги были Заработаны Тяжелым трудом Как раб На галерах В общем Мне тоже Ситуация бесит Но тем не менее Беременную жену Лучше вообще не расстраивать Френ с ним Заработаем еще Лучше потратить деньги Чем не Правильно Завтра у нас День Икс День Икс Вы посмотрите Почему В следующем видео На этом Я хочу с вами Попрощаться До новых встреч В новом видео Пока